Лето, время ярких впечатлений, приятных встреч и, конечно же, ароматного кофе. И что может быть лучше, чем совмещение всех этих радостей? В этом году Казань стала центром тематического фестиваля и объединила десятки обжарщиков со всей России в одном месте, на Черном озере. Жители республики ждали каппинги, фудкорт с любимыми казанскими кафе и стритфудами, ярмарка от местных ремесленников, винтажный маркет и это далеко не все. Это, прежде всего, фестиваль, ориентирован на обычных потребителей, на гостей, то есть это не кофейный фестиваль для кофейных профессионалов, а именно для того, чтобы город знакомился с миром кофе, с индустрией кофе. Я довольно часто пью кофе, это практически каждый день, чтобы настроиться на работу. Ну, это такая мнимая история, настроиться на работу, потому что кофе на меня никак не влияет, просто получение удовольствия именно вкусового. На самом деле, до недавнего времени у меня была довольно серьезная зависимость, я начала пить по 7 кружек в день. Вот сейчас пытаюсь от нее избавиться, но еще не до конца. Я редко пью кофе, потому что у меня поднимается от него давление. Но мне нравится вкус, латте, как готовит моя подруга Снежана, прекрасная. Кофе в машине, которую нужно нажать, приготовить. Я первый раз тоже попил кофе, и после первого раза ночью я начал, это было утром как раз, но ночью я ощущал этот эффект, бодрящий эффект, и поэтому ночью я не мог поспать. Вкусный кофейный напиток нашли, но остается много вопросов. Когда появился кофе? Из чего и как он готовится? И как, казалось бы, небольшая чашка может ухудшить или улучшить состояние нашего организма? На фестивале помимо островков кофе функционировал лекторий от профессионалов, ученых КФУ. Они поделились со слушателями самыми интересными фактами о кофе. Первой выступила доцент кафедры аналитической химии Химического института имени Бутлерова Анна Гедмина. Она рассказала о незначительном на первый взгляд, но, как оказалось, самом важном ингредиенте в приготовлении – воде. Также она провела эксперимент, где совместно со слушателями удалось определить содержание ионов кальция и магния в покупной и воде из-под крана. Когда мы готовим кофе, а кофе – это один из самых популярных напитков в мире, мы все время задумываемся о том, из какого сорта у нас кофе, какой способ обжарки, как он приготовлен, какой способ приготовления кофе. Но мы часто забываем о том, что 90% кофе – это вода. Поэтому качество воды имеет огромное значение. Так вот, как выясняется, мы очень часто ругаем воду за то, что она у нас жесткая, но присутствие растворенных солей кальция и магния – это очень важно, поскольку именно кальций и магний, а именно магний в большей степени, способен инстрагировать вкусные кислоты и зерен. Эти вкусные кислоты еще называют фруктовыми кислотами. Такие кислоты, как лимонная, яблочная, молочная кислота. И все это способствует. И что еще очень важно, что кальций и магний как раз горькие кислоты, которые являются невкусными кислотами, хинная кислота, хлорогенная кислота, как раз вот они и экстрагируются в меньшей степени так, что мы практически не чувствуем. И если мы чувствуем горечь кофе, то это, конечно же, связано с способом обжарки этого кофе. С приготовлением напитка разобрались. Самое время узнать, как же кофе влияет на здоровье человека. Полезен он или вреден? И почему существуют такие противоречия? На эти вопросы ответил старший преподаватель кафедры морфологии и общей патологии Института фундаментальной медицины и биологии Роман Урсан. Все вопросы объединили в себе главную мысль. Нужно знать меру. И она уже давно определена. Оптимальный объем кофе для дневной нормы не более 400 мг кофеина. Или от 3 до 5 чашек напитка в сутки. Но стоит помнить про индивидуальные особенности каждого организма. Безусловно, если бросать кофе на весы в целом, похоже, что польза. Сейчас подчеркну, что кофе увеличивает продолжительность жизни. Но стоит быть осторожным тем, у кого есть проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Стоит относиться внимательно к кофе беременным и кормящим женщинам. И, кроме того, очень важно быть внимательным к тому, какая температура этого напитка. Потому что горячий, очень горячий кофе способен повышать риски развития опухоли и полости рта. Но это не связано с тем, что это кофе. Это, в принципе, сопровождает любые горячие напитки. На третьей лекцию слушатели совместно с ассистентом кафедры ботаники и физиологии растений Никитой Степановым отправились в небольшое путешествие кофейного зерна, соприкоснувшись с удивительным миром производства ароматного напитка, начиная с посадки саженца и заканчивая сбором и обработкой кофейных зерен. Биология кофейного дерева, тонкости и секреты выращивания, процесс сбора, обработки и обжарки – и это только малая часть того, какие этапы следует пройти напитку, чтобы он получился вкусным и ароматным. До сегодняшнего дня неизвестна дата появления кофе как растения, точнее, определение кофе возникло. И, конечно же, в Емине, то есть там было описано действие кофе как сбудораживающего активатора, то есть нашей нервной деятельности. Монахи, которые употребляли экстракт кофейного дерева, заметили, что это растение будоражит, то есть наша деятельность. Люди становились более активными, употребляли это кофе для того, чтобы как раз таки не засыпать. Вы сами знаете, что монахи, они целыми днями сидели на коленях, молились и так далее. И как раз таки было описано о монахами действие именно экстракта кофе, не зерна, не семени, а именно листьев, стеблей и мякоти в том числе. Участникам фестиваля повезло вдвойне. Они не только насладились вкусом кофейного напитка, но и узнали, какие этапы он прошел перед тем, как попасть в их руки. За счет чего правильный выбор воды может повлиять на вкус кофе. И правда ли, что с помощью кофе можно продлить себе жизнь? Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости. Редактор субтитров А.Семкин